Мы продолжаем наш урок, Таня, из самого начала, урок 9 главе, уже 3 часть. Мы продолжаем тема «Тотальная война», которая есть между Божественной душой и Животной душой. О, кто совладеет, кто завоевывает, кого? Человек. То есть, мы учили в прошлый урок, что есть прям целая душа, это не желание к добру и желание к злу, которое находится у один человек, наоборот. Тут есть целое состояние, целая душа с головы до действия, с разума до действия, Божественная. И есть еще целая душа с разума, начиная с эмоций и заканчивая с разума и действия, Животная душа. Каждого из них в эта «Тотальная война» хочет совладеть весь человек. Весь человек. То есть, когда одна завоевывает определенную территорию человека, другая там не будет. И поэтому это «Тотальная война». Где будет находиться Божественная душа, Животная душа, там нога не будет. Ничего там не будет. И мы говорили в прошлый урок, что почему важно понять этого хода «Тотальная война», потому что после нашей девятой главе, 10, 11, 12 и дальше, описывается Ребе состояние грешной, напротив праведник и средний, Бейнуни. Потому что в этой войне, в каком-то этапе находится война, если вообще ее есть еще, у праведник. И поэтому он и есть праведник. Потому что в состоянии этого войны он находится, фронт находится. Фронт, который встречается, Животная душа, Божественная душа находится в определенной границе. И поэтому он праведник. Напротив грешный. Он грешный, потому что фронт войны между Божественной душой и Животной душой находится вот в этот край. Поэтому он, этот человек, является грешным. А средний, он средний, потому что фронт войны находится не в край, а где-то посередина. Середина чего? Середина человека. Теперь мы будем читать, сегодня много будем читать. Я постараюсь даже закончить в нашей главе, потому что это целое описание человека. Где фронта находится? На каких этапах войны есть фронт? То есть, когда у нас есть тут община, друг, который занимается Вторая мировая археология. Это не, что случайно, где остановились ночью, там и стал фронт. Так не бывало. Стратегический фронт. То есть, когда воевали двух армий, каждая армия занимала позиция. Это может быть холма, это может быть город, это может быть позиция. Не просто, ну, ночевали сегодня, давай завтра будем воевать здесь. Так не бывало. Есть позиция. Та же самая, и внутри человека есть позиция. Почему Ребе описывает позиции через, что хочет достичь божественная душа? Наверное, я не читал у других комментаторов. Причина к этому, ну, логична. Первый нам будет понятно что-то нового. Где наши достижения еще не дошли. И это через понимание божественной души. Что она хочет завоевать. Потому что у нас это новости. И каждую новость мы замечаем. Во-вторых, это желанная задача. Поэтому описание, которое мы увидим сейчас у Ребе, поэтапные, можно сказать, холмы, или позиции, которые должны завоевать божественная душа у, животная душа внутри человека. И он ведет этого война до тотальной победы в Берлин. Окончание. Что человек стал не просто праведник, а идеальный человек. Как идеальный праведник? Через главе мы поймем, где находится в этой тотальной войне фронт у реальный праведник, у реальный дейнуни средний и у реальный грешник. Мы находимся в странице 76 на русский языкный перевод. Я читаю по лошон-коидаш, с в этом язык, а вы следите через русского языка. Так, как мы говорили в прошлом уроке про монархи, который попросил из обоевать город, так же воюет божественная душа против жизненная животная душа, воюет над человеком и всей его частей, и всей его органой. То есть, что лейкис, божественная душа, что хочет, что хочет и желает божественная душа, что она хочет быть одна управленная над него, и управлять его. И все частей тела, органы человек, они будут послушны ей, и не только послушны, а под подклон к ней легамрей полностью, и третий уровень умерковой лео. То есть, тут три этапа. Первый послушный, то есть послушный человек, это не значит, он соглашается. Поздно, ты сказал, ну, ты начальник, я должен делать, ну, что меня делать? Не соглашаюсь, но соглашаюсь, ну, буду делать. Это низкого этапа послушания, то есть, тело не хочет соблюдать еврейские жизни, но божественная душа приказывает, соблюдайте, и он соблюдает. Второй этап, поклон. Поклон это означает, если можно сказать это по-простому, я теряю голову. Я не сомневаюсь. Это как солдат. У меня сомнений нет. Мне сказали идти, я иду. Мне сказали лежать, я лежу. Мне сказали кушать, я кушаю. Мне сказали стрелать, я стреляю. То есть, это не вопрос, что я соглашаюсь, не соглашаюсь, вопрос не в согласии, не в восприятии. Сказал, делаю. Почему я солдат? Вариант нет. Третье, колесница. Колесница, это состояние очень высокое, как наши предки, Авраамиц, Хакия, Ако. Это не что сказали, я делаю. Органы нашей телешни, телесные жизни, настолько привязаны к желанию божественная душа, поскольку, что они делают автоматично того, что душа желает. то есть, нет разделения. Один, что будет как-то более, более, ближе к жизни восприятия. Однажды один у братьев, у него были двух братьев, спросил у рабе Гоша, почему ты моешь руки перед едой три раза. Мы так делаем сейчас. Раньше так не делали. Мы делали только два раза. Рабе сказал ему, что перед бармитцву он подготовился к бармитцву так, что его организм будет полностью подчиняться к закону Тору. Поэтому он учил Шулхана Ух так хорошо и воспитывал в себе так хорошо, что он автоматично делает то, что написано в Шулхана Ух. Поэтому он не помнит, где написано, откуда он взял тому, что нужно мить руки три раза на каждой руке и не два раза. Но если он так делает, значит так надо. Такой уверенности происходит только у колесницы. Почему? Истекает того, что душа хочет. Что хочет душа, так и делается. Это не двух разные вещи, это одно и того же. В ИЮ, кроме того, мы говорим, мы говорили до сих пор о действии органов жизни. Теперь мы идем глубже, мы идем к внутреннему органу, как разум, как чувство, вию левуш лесер пхен лесео в гимель левушео ханал. И полностью вся внутренняя часть организма тела, то есть ее способности мыслить, говорить и действовать, и ее десять атрибутов телесной жизни, разум три и эмоция семь, будут принимать к себе только божественная душа. То есть, что все десять атрибутов божественная душа будут соединены с десять атрибутов телесная жизнь и три одеяния божественная душа будут соединяться с три одеяния телесной существования и не пропустить никого, ничего другого, кроме них. это как-то понятно или вообще непонятно? А? Это вообще непонятно. Непонятно. Ну, уже, слава Богу. Я уже переживал, что все понятно. А? Как непонятно? Ну, говори, что непонятно, что да, понятно. Или одеяние животной души непонятно? Тут не написано животная душа. телесная это не животная душа? Вообще стало непонятно. Почему непонятно? Мы же говорили телесная? Это смысл нет? Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. А? Нет? Вообще нет? Так вы объясняете это? Нет, я понимаю. Я говорю, что это не животная душа. Это телесная. вообще надо понимать. Мы сегодня находимся в 19 Кислееве. Это Новый год Хасидут, по которым Ребе освободился из заключенности в Петербург 53 дня каждый каждый день за одна глава, которую он писал и опубликовал в книге Таня. Хасидов не зря говорили, что написано здесь, это как пятикнижные торы, только в глубокое частого, только в Хасидут. Пятикнижные торы включают в себе все будущее, Мишну, Геморе, Талмуда и так далее. Так же самое, когда мы говорим о таких вещах, того, что вы спросили сейчас, это целый ряд Маамарим, которые находятся в разных местах в Хасидут, объясняют вот эту тему. И поскольку я думал, что будем обсуждать это, будем остановиться и чуть-чуть расширять этот вопрос. Это важно, просто. когда мы говорим о Душах, Божественная Душа, у нее есть свой Я. Кто она? Она Божественная. Кроме того, что есть что она, есть как она выражается. Как она выражается, для этого у нее есть 10 атрибутов. И как она себе соединяет извне ей, для этого у нее есть три одеяния. Та же самая есть животная Душа. Кто она? Животная Душа. Как она действует, для этого у нее есть 10 атрибутов. Как она себя соединяет вне себе, у нее есть три одеяния. Дам, что будет понятно, очень простой пример. Душа. До того, что она соединилась с глаз. Да. Она слепая? Она слепая? слепая? А как это вообще может быть? Почему нет? Она видит муж жену. Она часть всего. Не, оставь в себе жизни. Давай, животное и божественное. Вот жизненная душа. Вот у тебя ты живой. Ты живой это означает, что не ты, а человек живой. Это означает, что он будет видеть? Нет. Не обязательно. он может рожать после него, если он слепой, ребенок который будет не слепой. Почему? Если есть дефективная душа, поэтому он слепой. Почему? 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 Почему так? Не всегда. Не всегда. всегда. Это разные причины. правильно говоришь. Причина что? В чем причина? Причина телесная причина или другие? Важно. Есть причина. Получается, что в душа того, что я живой, не означает, что я вижу, не означает, что я хожу, не означает, что я рисую, не означает, что я думаю, не означает, что я умный. Это означает, что я живой. а как появляется у меня силу детальная сила думать. как какие-то химические процессы происходят в мозге или нет? Потому что надо думать. А? Человек так думает. Человек создан так, снабжен интеллектом. Кто снабжен интеллект? Кто это человек? Что это за человек? мозг вот эта коробка, да? Коробка по коробке, да. То есть, если, допустим, разумеем, подумаем, да, что вот этот химический состав, электрический ток, что хотите, мог работать, если я буду отделать частей органов, да? То есть, мозг мог думать дальше, если его отрубили, если бы он мог дальше срабатывать вы его такие... Дали ему кислород, он мог думать дальше. Вы еще раз, я понимаю, что вы говорите, но надо еще раз напоминать вам... Я пытаюсь довести. Посмотри, посмотрите, и тупой человек, и супер умный человек, химический состав, который есть у человека, у них одинаково. Все равно, это тупой, а это супер умный. Это не имеюще никакого отношения к ее месторождению, образованию, которое он получил, это данные. и этих данных не даны нам физический состав. Это вторая часть. То есть того, что вы говорили, это того, что мозг, нервозная система, целый это факт того, что человек живой. Живой, но не факт о том, что он функциональный. функциональный остается совершенно другая часть. Можете соглашаться с этого, или еще нет? Надо еще к этому доказательству. Функциональность разная бывает. Он может быть тупым, только потому, что не набрал. Да? Серьезно? Да вы что? Если я учился с моего друга в одной школе, и допустим, нас воспитывали одинаковые составы родителей, деньгами, мы будем обязательно одинаковые? Нет. О, нет, так нет. О, вот именно. Так, не надо говорить. Это неправда. Это не факторы моего окружения. Это что-то другое. Это не касается моего существования и условия существования. Не надо так говорить, это неправильно. То есть получается, что уровень моего функциональности, говорили правильно, связан не с этим всего, которое называется моем жизни, моем окружении и физической составляющей. Нет, не от него. А чего тогда? Это родители. А? Это родители. Родители это составляющие в телесное положение. Это не имею отношения к моему функции. Неправильно. Есть наклонности, которые мы получаем в ДНК, которые влияют на кое-что. Но я встречал. Значит, он развивал все эти все эти? Нет, не развивал. Он родился гениальный. Гениальный не развивается. Можно и даром это говорят? Да. Вы правы, гениально с детям не останутся. Это же понятно. Вот Робио Канг, который недавно к сожалению скончался. Это был максимальный интеллект, который не я, сотни тысяч людей были знакомы в последний не это поколение, а несколько поколений, которые мы вообще знакомы. А его отец был очень большой хос. Очень простой человек. Простой интеллект. Не имеет отношения. Снайпери рождаются именно в наследство. Бывает тоже, это физические наклонности тоже, но не обязательно. А танцоры, все танцоры, их родители были танцовщики? Никакой, да, это еще физические наклонности, это правда. А когда мы говорим о способности, о дар, там мы видим это просто очень ярко. почему это так? Объяснение очень интересное в Хасидут. Душа разделена внутри себе, это тоже как маленькая пирамидка. Есть свое я-душа, допустим, божественная, душа такая, еврейка. Она еврей. Есть, это просто дано богами. ее порождал, вдохнул ее всевышнему, поэтому она часть всевышной. Все. Вторая часть это она как она. Она как она дает жизни. То есть встреча между душами человек порождает что? Жизни. Поэтому жизни человек живой с ног до головы. одинаково. Нельзя говорить, что мозг живой меньше или больше, чем мои пятки. Он тоже живой. О функциональности это уже внутри душа органы. Органы. Эти органы души они соединяются с органами телесными. поэтому например слепой человек потому что есть проблем в глаз не пропустит сила душа соединять сосудом тела поэтому он не будет видеть. А если проблем не в глаза и человек не видит это означает что душа своем не пропустила. не пропустила. Если я ум сейчас не начнем какая это потом мы вернемся к этому. Когда мы говорим о ум да например написано что Рамбам родился очень простой человек на виду его отец Маймон отчаивался его научить. Рамбам великий Рамбам отчаивался его научить. И он прям сел и читал и читал и читал и читал и просто как дар открылось у него какой прямо ворот знания и он стал кем стал как это так что мозг открылся нет мозг как был так есть что открылся нет мозг не развивается ты видал как как мозг развивается в процессе обучения в процессе познавания развивается мозг так если человек не учить он не только тупой будет вообще ничего не делать если вы создавали вы будете тупой для того тупой давай все согласны что гениальный не рождается просто тренируется а талант что это такое а талант что это такое а что это талант а если у родителей тупые не бывает умные детей как как мозг в чем меняется в талант талант талантливый человек я открою его мозг у него будет другой что что мы сейчас говорим о талант мы говорили вы говорили да я хочу просто довести это к определенному пониманию да вы говорили что человеческий мозг он является причина больше понять меньше понять если буду тренировать мой мозг физический мозг много он будет гениальный нет нет потому что вы не гениальный а почему есть гениальный и не гениальный а почему есть гениальный и не гениальный заложено кем кем заложено а И начинай Всевышний. Я говорю, а кем заложено? Генами, родителей, предков. Это что такое ген? Вы о чем говорите? Кто-то сказал, талант от Бога. Объясню. Объясню. Наоборот. Я специально не перевожу физические достижения, потому что там действительно заложено вопрос о генах, о способности телесного телосложения и так далее, больше, чем у мозга. Поэтому я концентрирую на мозг. Мозг, 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 обычный человеческий мозг, он такой, как есть у всех. Способность понять, именно понять, она вот той гран, которой верх понимания и понимания. Мы понимаем, как работает этот мозг, коробка. Но мы не можем объяснять, что чуть выше. Чуть выше – это тот, который меняет между талантливый или неталантливый человек. Не понимай. То есть, мы можем понимать, вы правильно говорите, что если я буду тренировать моего мозга, он будет принимать больше или меньше в моем способности. Но выше моего способности нет. И бывает и так. И бывает и так. То есть, другими словами, мозг – это место, где мы встречаем высшее, высшее наше физическое состояние. Это единственное место, которое мы реально чувствуем, встреча между высшим нашим организмом. не понимаем. Не понимаете? То есть, получается, я объясню. Например, где мы встречаем высшее самого инструкция, которая называется мозг? Мы встречаем это в новая абсолютная идея, которая приходится в мозгу непонятный способ для меня. Это хохма. Ну, называли это хохма. Какая разница, как это называется? Я говорю, вот это появилось. Это появилось не от мозга. Может, ничего от него не придумывает. Это что-то пришлось. Откуда пришлось? Откуда пришлось? То есть, та же самая память. Конечно, заложено место в мозгу, где если нарушат этого места, память не будет. Но память, сама память, не помню, не помню, вспомнил, что такое. То есть, это встреча места вверх нашего конструкция к виши от него. И это и есть наше первое знакомство, не понятное нам, что это виши. Но понятно, что ее есть. Просто ее есть. Теперь мы можем начинать понять, что так же, как в нашей разуме он соединяет с мозгу. Нам непонятно как, но он соединяется. И так же, как мозг работает, и тем не менее соединение с его разумом происходит по его причине, по разуму причине. не мозг. Мозг может тренироваться от того, что разум ему дал до того, а после того, что он еще не отдал, это уже зависит не от мозга, а от разума, который непонятным способом дает или не дает. Дает или не дает. Правильно вы говорите. Если я буду трудиться, вероятно, не обязательно, вероятно, стану более способный, не более знающий, знающий, это набор времени, время и факторе учения, а способный больше получить от моего разума. Почему? Не знаю почему. Так получается. То есть в этом нет логика. Если я буду напрягаться мозг, почему-то разум решит, что ему нужно давать больше. Так получается. Вот так это происходит. Оттуда мы понимаем того, что так же, так же это во всех наших органах. То есть чувство дается от души, как разум дается мысль в мозг. В глаза видеть через телесные способности, благодаря душа, которая тоже видеть. И способности зрения зависит от нее. Вот так. То есть что не будет ошибка. Ярко видышей, вижущей, снайпере, или просто ярко вижущей, или поле слепой, это зависит от телесной состояния. Тут душа не поможет. Но способности видеть, функция видеть, это душа. То есть зрение в душа, какая она? Убеждение. Способности убедиться. Разумное убедиться. Это зрение. Как это потом выражается в встречу этого душа с глаз. Душа возобновляется совершенно для нее незнакомое ощущение. Это ощущение картинка. И она переводит своего логического убеждения к убеждению через картина. То есть картина, который глаз, который у нее не был до сих пор, обычный глаз, да, передала картина и стало для нее главное убеждение теперь. Не разумное убеждение, а глазное убеждение. Присаживайте. Вот у нас невролог. Жалко, что мы не ждали ему в начале урока. То есть получается, что так работает каждый этап. Еще раз вернемся к построению души. Нежная часть души это ее органы. Органы. Допустим, орган, который называется действие у души. Улыбаясь души. Что это значит? Связь не с собой. С другой. Контакт с другим. Это действие. действие это что такое? Есть книжка, я хочу ее. Я в зал. Действие есть ручку, я хочу писать. Это действие не со мной. Когда душа соединяется с организмом, что появляется у нее? Рука. Поэтому она теперь переводит связь не с собой в контакт с чужими предметами. Или ходьба над чужой землей. понимаете? То есть душевное качество, которое было раньше, да? Контактирование с чужими, то есть ни с ее, ни с душой, а с другой, появилось с проявлением в телесной жизни контакт с другими предметами. мыслы. Раньше она занималась своего восприятия. Теперь мыслы, которые есть в этот организм, перевело к тому, что она думает о себе, о других в органической жизни. То есть это еще добавлено. Теперь, когда мы говорим, что есть война между божественной душой и животной душой? Где она переводится? Очень просто. Разум божественной души, какой он? Думает о Боге. Когда она соединяется с телесным мозгом, что она захочет от него? Продолжай этих мыслей. Но в твоем способности, то есть в обычный человеческий мозг, это учи ты понятер. То есть не заниматься божественным душевным состоянием, а учи Тору в человеческом понимании. Вот это перевод. Если она говорит о чувстве, что для нее было чувство? Почувствовать Богом, который в ней, теперь, когда она соединилась с обычным сердцем и обычным чувством, которые происходят благодаря устройству в мозгу, что она почувствует? тяга к человеку, к всевышнему. Для него это новое, абсолютно новое. Когда она говорит действуйте, она означает руку, которая появилась у нее благодаря появлению соединения тела, бережит филина дева, животная душа. Другой. до того она думала, когда она была просто вклипать ногу вклипу, есть Богом, есть я, есть я, кто? Клипа, она появилась в тело, есть ты, ты должен себе заботиться, то есть мозг о чем должен быть занят, у нее есть уже организм занят собой. чувства, были у нее, когда она была еще вклипу, о чем она думала? Чувствую, что я должен себя чувствовать больше. Теперь у нее появился организм, ты должен любить что-то приятного, любить мороженое, вот появился перевод в массовые жизни, детство, тебе нужно взять мороженое и покушать ее, а до того детства была какая? Действовать в заключении внутри клепот, я занимаюсь больше моего существования и так далее, а теперь есть организм, организм переводится мороженое покушать. Теперь мы понимаем о чем они говорят. Когда идет тотальная война, это означает божественная душа требует что мозгу человек займется своих интересов. То есть какие интересы? Да, ты человек, думай о Боге, не о себе. Чувство какое? Чувство Бога, не себя. То есть она появилась внутри тела, то есть теперь если тело заботится о нем, вот он должен делать того, что она говорит. Это уже не она, это уже тело, это уже совершенно другой этап. И вот об этом идет борьба.